Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Учимся Готовить Вместе! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом классического бисквита. Получается очень вкусный и ароматный. К такому бисквиту подойдет любой крем на ваш вкус, а продукты самые простые. На 1 яйцо 25 грамм муки и 25 грамм сахара. 1 пакетик ванилина, щепотка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя. На 2 формы 18 сантиметров берем 6 яичек и соответственно 150 грамм сахара и 150 грамм муки. Яйца разделили на белки и желтки. Смотрите аккуратно, чтобы желтки не попали в белки, иначе белки не взобьются. В белки добавляем щепотку соли и начинаем взбивать сразу на низких оборотах миксера, постепенно добавляя. Можно яйца брать как холодные, так и комнатной температуры. Посуды и венчики должны быть абсолютно чистые и сухие. Когда белки превратились уже в пенку, вводим по чуть-чуть половины нормы сахара. Остальную половину нормы сахара отправляем в желтки. Взбиваем все на высоких оборотах. В белки добавляем ванилин. Взбиваем белки до пиков, до пышной пены, примерно вот так. Дальше пару минут взбиваем желтки с сахаром. Аккуратно вводим желтки в белки. Силиконовой лопаткой движениями снизу вверх перемешиваем. Делаем все это не спеша и очень аккуратно. Разрыхлитель добавляем в просеянную муку. Перемешиваем и в два при приема вводим яичную смесь. Аккуратно перемешиваем снова движениями снизу вверх до однородного состояния. Тесто готово! Распределяем по формам примерно одинаково. У меня две формы 18 см. Одну форму застилаем пергаментом, вторую фольгой. Формой ничем не смазываем. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем бисквит до сухой зубочистки. Но как всегда ориентируйтесь на свою духовку. Первые 20-25 минут духовку не открывайте, иначе бисквит упадет. Если у вас духовка сильно печет, поставьте еще один противень под низ противня с бисквитами и выпекайте на самом маленьком огне. Бисквиты готовы! Они уже остыли. Вот какие получились внутри. Желтенькие, мягкие, пористые, очень вкусные и ароматные. Лучше после остывания бисквит заматывать в пищевую пленку и оставить на ночь в холодильник для стабилизации. Признаюсь честно, я редко это делаю, всегда спешу, всегда не хватает времени. Коржи складываю один на один, и они будут дожидаться своей сборки. А соберем и украсим мы с вами тортик в следующем видео. Не пропустите! Спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Мне будет очень приятно. Всем добра и позитива! Подписывайтесь на канал!